Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста, Стагирию Подвижнику, Увещание первое. Продолжение. Для здешней жизни Господь предсказал скорбь и тесноту. Что же смущает тебя? Почему ты не доверяешь Божию обетованию? Презреть для Него весь мир и потом говорить, что он не печется, может только тот, кто не верит, сомневается и считает обетование Божие обманом. А это поистине значит бесноваться и навлекать на себя гунгиенский. Однако и между людьми и преданными делам мирским есть такие, которые живут спокойно. Так это предсказал Христос. Истинно, истинно говорю вам, говорил Он. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Иоанна 16.20 Между тем, прежними поколениями вавилоняне, даже не знавшие Бога, пользовались богатством, властью и честью, а иудеи жили в плену, в рабстве и в крайних бедствиях. И лазарь, достойный небес, и царство небесное, лежал покрытый ранами, которые облизывали псы, и постоянно боролся с голодом. А богат жил в чести, окруженный обществом, в роскоши и удовольствиях. Но не все это нисколько не помогло ему в гиене, как и лазарю. Голод и раны не препятствовали проводить честно настоящую жизнь. Напротив, он, как мужественный борец, подвязающийся в самый тяжкий зной жар, победил и увенчан. Посему один мудрец и сказал, «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его». Притча 3.11 «И несколько ниже, и не смущайся, время посещения». А Соломон, научая тому же Соломону, сказал, «Не тяготись обличением его». «Кто вергает золото в печь, тот знает, сколько времени следует ему находиться в огне, и когда должно оно быть вынуто». Посему мудрец и говорит, «И не смущайся, времени посещения». А Соломон, научая тому же сказал, «Не тяготись обличением его». «Скорбь – великое дело, великое для того, чтобы человек стал доблестным и научился добродетели терпения. А что скажет кто-нибудь, если она своей чрезмерностью поколеблет и преодолеет человека?» «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10, 13 «Если наказание бывает от любви, а оставление без наказания от ненависти, то невозможно, чтобы один и тот же вместе любил и ненавидел одного и того же, наказывал вместе, оставлял его без внимания. Посему же, скажет кто-нибудь, многие пали, потому что сами отпали от Бога, а не им были оставлены. Ибо вот, говорит Писание, удаляющие себя от тебя гибнут» Псалом 72, 27. «Одаляются они тем, что не переносят в разумлении Божиих, но гневаются и негодуют на них. Так если дурные дети, будучи посланы своими отцами к учителям, стараясь избегнуть тамошних трудов и малых наказаний, совсем убегают от родителей, то не получают от этого никакой пользы, а подвергаются гораздо большим неприятностям, оказываясь необходимости терпеть на чужбине голод и бесприютность, и болезни, бесчесть и радость. Так тоже бывает и с теми, которые не переносят с благодарностью внушения Божия, а негодуют на него. Они не только не получают от этого никакой пользы, но подвергают себя еще крайним бедствиям. Посему нам и заповедано терпеть и укреплять сердце свое» Псалом 26, 14. «Но ты подвергся страданиям гораздо тягчайшим, так и воспитатели детей, они всем назначают равные и одинаковые упражнения, но слабым слабые, а сильным дают таких же сильных противников, потому что у кого противник окажется слабее его самого, тот не будет иметь надлежащего упражнения, хотя бы стал бороться с ним целый день. Почему же, скажет кто-нибудь, не всем посвятившим себя одинаковой жизни, Бог определил нести одинаковые труды? Потому что у Бога не один вид упражнений, и люди не все имеют нужду в одном и том же, хотя бы они были в одинаковых обстоятельствах. Подобно тому, как многие больные, страдающие одинаковыми болезнями, имеют нужду не в одних и тех же лекарствах, но одни в одних, другие в других, посему и способы страданий различны и разнообразны. Один ускушается продолжительную болезнью, другой – крайнюю бедностью, иной обидами и оскорблениями, а иной тем, что постоянно и непрерывно видит смерть своих детей и родственников. Тот – всеобщим презрением и отвращением, а это обвинение в том, что он и не знает за собою, и навлеченным на него бременем бесславия, иной иным способом, так что всего точности перечислить невозможно. Каждый из этих страданий в сравнении с твоим несчастьем тебе кажется легким и ничтожным. Но если бы ты сам испытал их, то узнал бы, что твое несчастье, на которое теперь сетуешь, гораздо сноснее их. Впрочем, если некоторые меньше нас наказываются, мы не должны соблазняться этим, потому что увеличение трудов служит к увеличению наград и бывает твердым оплотом против вольных и невольных нападений. Оно обуздывает гордость, прогоняет беспечность, делает нас более благоразумными и благочестивыми. Вообще, если кто захочет перечислить все, то и найдет много пользы от искушений, и никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали. Хотя нам это и не так представляется. Аминь. Продолжение следует.